Моя радость получать, моя радость отдавать, Бог с тобой, Бог со мной, Бог богат, я богата. Успех в настоящем, успех в будущем, успех неба надо мной, успех ведет меня к успеху. Изобилие – сила Божия, изобилие – сила космоса, изобилие – моя жизнь. Сон приносит мне познание, сон дарует процветание, ты луч Божий, будь богат. Я дышу воздухом изобилия, я купаюсь в водах богатства, я наполняюсь солнцем счастьем. Любовь дарует мне успех. Я – чудо вселенной, я – достояние мира, я – дар Божий. В моих глазах свет, в моем сознании – изобилие. Моя жизнь – праздник, сердце – мою любовь. Я привлекаю деньги, я утверждаю счастье, я умножаю любовь. Мое желание исполнено, силой оно наполнено, сила Богом дана. Благодарю тебя, изобилие, благодарю тебя, сила, благодарю тебя, удача. Я все могу, я все могу, я все могу. Космическое изобилие проявляется потоком денег в моей жизни. Так, сейчас нужно свет включить, чтобы такой бэкраунд, чтобы это красиво. Сейчас включу свет. Как это хорошо. Такая я феерическая красота. Такая несовселенная. А, хоть афермасты. А, хоть волшебные книжечки. Волшебные книжки, изучив которые, можно сделать свою волшебную палочку. Ну, так пишет в своей книжке Наталья Борисовна Кравкина. В частности, рекомендуя книжку Веления. Книжку Клэр и Профитов. Марка и Элизабет Профит. Так что, Веления Вознесенных Влады. Это научная молитва Джозефа Мерфи. Книжка Джозефа Мерфи. Благодать, здоровье, вдохновение, мудрое знание, дружба, любовь и всяческое изобилие. Ныне меня омывает Божья благодать. Создатель неба и земли печется обо мне, охраняет меня, направляет меня и вдохновляет. Это духовная сила, мое благосостояние и моя благодать. Бог споспешествует мне на всех путях моих. Я знаю, что Царство Небесное внутри меня, а это значит вечный разум, безграничная мудрость, абсолютная гармония, вечная любовь, всемогущество, все свойства и атрибуты Бога живут в глубинах моего подсознания. Пусть любовь Бога отражается на моем лице. Я есть им присутствие, благое света, столбом опечатай меня, светом, что вызван именем Божьим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм, он всегда хранит, это зладо, что послан мне. Желание спалить и обратить я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. Я есть им присутствие, благое света, столбом опечатай меня, светом, что вызван именем Божьим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм, он всегда хранит, это зладо, что послан мне. Желание спалить и обратить я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. Я есть им присутствие, благое света, столбом опечатай меня, светом, что вызван именем Божьим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм, он всегда хранит, это зладо, что послан мне. Желание спалить и обратить я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. Я есть мне устанная Божья десница, вечно дружусь, чтоб победа добиться. Великая радость за чистой души, путь срединный смиренно вершить. Я есть мне устанная Божья десница, вечно дружусь, чтоб победа добиться. Великая радость за чистой души, путь срединный смиренно вершить. Я есть мне устанная Божья десница, вечно дружусь, чтоб победа добиться. Великая радость за чистой души, путь срединный смиренно вершить. Я есть им свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай. Божий податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии Твоем небесным стал мой разум, разумом света. Я есть им свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай. Божий податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии Твоем небесным стал мой разум, разумом света. Я есть им свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай. Божий податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии Твоем небесным стал мой разум, разумом света. Я есть им жизнь, что Бог направил, правды свет во мне пылай. Дай Господне совершенство, от разлада избавляй. В правоте благого плана укрепи меня навеки. Я есть им присутствие совершенства, Бог живущий в человеке. Может быть поближе, посмотрим, может быть здесь как-то будет более крупным планом себя заснять. С вами Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Моя творческая студия позитивного мышления, силопозитивные мысли. Я есть им жизнь, что Бог направил, правды свет во мне пылай. Дай Господне совершенство, от разлада избавляй. В правоте благого плана укрепи меня навеки. Я есть им присутствие совершенства, Бог живущий в человеке. Я есть им жизнь, что Бог направил, правды свет во мне пылай. Дай Господне совершенство, от разлада избавляй. В правоте благого плана укрепи меня навеки. Я есть им присутствие совершенства, Бог живущий в человеке. Огонь фиолетовый в сердце пылай, любовью божественно ярко сияй. Ты, милосердие, истинное и вечно, да буду созвучен тебе бесконечно. Огонь фиолетовый в сердце пылай, любовью божественно ярко сияй. Ты, милосердие, истинное и вечно, да буду созвучен тебе бесконечно. Огонь фиолетовый в сердце пылай, любовью божественно ярко сияй. Ты, милосердие, истинное и вечно, да буду созвучен тебе бесконечно. Я есть им без страха и сомнения, прогоню нужду, лишение. Свыше сходит, но и не знаю, дар изобилия, помощь благая. Я есть в руках фортуны Божией, что богатство света льет. Изобилие благое от нужды прочь ведет. Я есть им без страха и сомнения, прогоню нужду, лишение. Свыше сходит, но и не знаю, дар изобилия, помощь благая. Я есть в руках фортуны Божией, что богатство света льет. Изобилие благое от нужды прочь ведет. Я есть им без страха и сомнения, прогоню нужду, лишение. Свыше сходит, но и не знаю, дар изобилия, помощь благая. Я есть в руках фортуны Божией, что богатство света льет. Изобилие благое от нужды прочь ведет. Я есмь, я есмь, я есмь, воскрешение и жизнь моих финансов. Так появитесь в моих руках для использования сегодня. Богатство, свобода, богатство, сила, богатство, время. Я богата, я богата, я богата. Жизнь – праздник света и любви. Я в океане бессмертия, я в пространстве блаженства, я в свете изобилия. Моя цель – изобилие, путь мой – успех, воля моя – воля Божия. В моем сознании – источник вдохновения, изобилия и гармонии. Я богата богатством Бога. Ну, конечно, знаете, глава 20-я – позитивное мышление. Учимся видеть во всем хорошее, там, где я, всегда все удачно. 175-я страница моей книги «Тайная психология денег. Спирита, богатство и процветание». Думайте о прекрасном. Концентрируйтесь на положительных моментах. Говорите о хорошем. Смотрите на красивое. Совершайте добрые дела, и ваша жизнь преобразится. Продолжение следует... А где, ждите, у меня здесь в какой-то главе еще про Арнольд Шварценеггера здесь я писала. Про Арнольд Шварценеггера. Где это? Ну, ладно. Чуть позже посмотрю, где там написано. Я являюсь магнитом для больших денег, изобилием и процветанием. Мне всегда везет, у меня все получается. Мне все рады, меня любят и помогают мне во всем. Повторяйте эту волшебную формулу как можно чаще. И посмотрите, что будет происходить. Почитаю отрывки из моей книжки. Четкое видение добра, которое вы сможете сотворить, имея деньги, будут притягивать к вам материальные блага. Скажите, я самосовершенствую. Кстати, так оно и есть. Поверьте в себя, поверьте в то, что вы уникальны, талантливы и заслуживаете всего самого лучшего. Тогда так и будет. Скажите и внушите себе, что вы свободны от любых ограничений и вольны делать то, к чему стремится ваша душа. Только представьте, каких высот вы сможете достичь, если будете проживать каждый свой день в соответствии с лучшими представлениями о самом себе. В этих словах Нила Дональда Уолша заключена истина. Кстати, я уже загружала несколько книг Нила Дональда Уолша «Беседа с Богом». Так, по-моему, называются книги «Беседа с Богом». Будьте о себе высокого мнения и вы с удивлением обнаружите уважение, признание со стороны окружающих. Каким вы будете представлять себя, какого мнения будете о себе, таким вы и станете. Отбросьте все сомнения, начинайте считать себя с этой минуты гением. Помните, когда вы доверяете себе, вы доверяете мудрости, которая создала вас. А когда вы сомневаетесь в себе, вы ставите под сомнение тот самый божественный интеллект, который доставил вас сюда. Знаете, что уникальные законы, универсальные законы процветания, изобилия никто не отменял. Знаете, что если они работают для других, они будут работать и для вас. Как раз вот, да, станьте личностью, смотрите вперед и идите с высоко поднятой головой и улыбкой. Не бойтесь быть не таким, как все. Верьте в себя, в свою уникальность, и все двери будут открываться перед вами. Более удобно расположиться. Более удобно, чтобы не просто, так скажем, а наслаждаться. Знаете, как-то вот нужно еще так и так наслаждаться. О, какая-то штучка, что-то такое, что-то пролетело туда, пролетела такая полоска такая на небе. Ну да, такой летний, шикарный летний вечер в Санкт-Петербурге, White Nights. Кстати, welcome to St. Petersburg, Russia in White Nights. Несколько, по-моему, часов так темнеет, а так поздно темнеет, рано расцветает, белые ночи, скоро будет пик белых ночей. Ну вот, июнь месяц. Ну что, давайте Арнольд, имя Арнольда Шварценеггера говорит само за себя. Это мультимиллионер, кинозвезда, губернатор штата Калифорния. Ну, на то время, когда я писала. Но мало кто задумывается над тем, что этот человек добился всего сам. В его жизни были времена, когда у него не было ничего, но он верил в силу сознания и подсознания. Еще в детстве он мысленно представлял себя таким, каким хотел стать. В своих мыслях он уже был уверенным, богатым и знаменитым. Еще до присвоения ему титула Мистера Вселенная, он столько раз представлял себе, как побеждает в турнире и получает главный приз, что уже не сомневался, что это станет для него реальностью. Но это не значит, что он сидел, сложа руки и ожидал. Совсем нет. Он много тренировался, работал, ставил перед собой цели и достигал их. А сознание и подсознание помогало ему в этом. С карьерой в кино было точно так же. Он представлял себя талантливым актером, зарабатывающим большие деньги, буквально ощущал успех. У него не было никаких сомнений, он знал, что это произойдет. Сомнения – это барьер на пути к процветанию. Когда приходят сомнения, их надо поблагодарить, распрощаться с ними и уверенно идти к своей цели. Арнольд Шварценеггер твердо верил, что мозг является ключом к осуществлению всех его планов. Мысленные картины становились формой, которая наполнилась энергией и стала для него реальной действительностью. А он стал знаменитым, известным и богатым.